ольга здравствуйте рада вас видеть здравствуйте мальчика в трусиках некогда бывшим великим и ужасным кавычках я сейчас конечно главаря вагнера евгения пригожина в четвертый раз заметили прилетевшим в беларусь об этом сообщили сегодня представители белорусской мониторинговой группы белорусский гаю на оппозиционеры этот недобунтарь в 1105 бизнес джетом прибыл и приземлился на военном аэродроме в мочулищах прилетел этот борт беларусь из санкт-петербурга это уже четвертый раз за последнее время курсирует туда-сюда пригожин 27 июня 1 июля и 11 июля он был замечен ночевал в палаточном лагере под осиповичами возможно вот то фото в труселях было именно оттуда но мы конечно точно не знаем помимо этого гаюн сообщает что четвертая колонна уже вагнеровцев прибыла в беларусь более 80 машин замечено было в направлении осиповичей и лагеря в деревне цель они едут вчера сообщалось о более ста единицах техники вагнера которые прибыли также в лагерь под осиповичами нью-йорк таймс также получает спутниковые снимки палаточного лагеря сделанные компанией planet и вот видим что они едут и подозреваем что это еще не конец зачем они в беларуси как вы думаете мальчик трусиках поехал их там контролировать как расселят его подопечных что происходит и много ли наемников пригожина как вы думаете прибудет беларусь еще совершенно очевидно что пригожин собирает кулак и этот кулак ему зачем-то донужен потому что мы также с вами видим что и фсб не дремлет и раскрывает заговор военных которые поддерживали пригожина и когда мы на прошлой неделе услышали заявление генерал попова отставленного командующей 58 армии но собственно которая находится в самом сейчас пехле на передовой в запорожье мы услышали ровно то же самое что говорил целый год и пригожин только без мата на шайгу герасимов где снаряды это же то же самое и помимо генерала попова а я замечу что мы бы никогда с вами не узнали что на самом деле сказал генерал попов это был так называемый войс как и у пригожина если бы не российские абсолютно ручные парламентарии когда комитет по обороне государственной думы российского парламента состоящие из врунов и трусов тем не менее вдруг поднимает голос и говорит а вот послушайте офицерскую окопную правду и выдает нам этого самого попова это тоже в общем праздник непослушания и конечно любимый вопрос где суровики и конечно длящиеся и множащиеся сюжеты о том как разные группировки разных российских генералов в том числе выходят на украинскую разведку или сбу ли что-то еще с тем чтобы якобы дать местоположение российские генералы которых не хотят убить но вот силами украинцев тут уже прекрасный какой-то прекрасный какой-то кабаре мы просто видим какое-то замечательное замечательную пляску смерти в русской армии и одновременно с этим слухи о трех новых вип-тюрьмах в лефортово в одинцово и еще одном месте подмосковье во власихе которые говорят о том что не то что не бывает дыма без огня а собственно где они все а где суровикин где они все и хоть по всему где-то держат держат конечно без адвокатов без всякой юридической помощи понятно в чем их обвиняют наверное в попытке присоединения к мятежу и так далее но пригожин при этом разгуливать на свободе и знаете что еще интересно я сегодня по своему домашним адресу в москве получила иск от олега дерипаски известного российского олигарха и я попросил адвоката за ним сходить и пока он шел сговорил с ним по телефону сказал знаешь что там будет там будет что дерипаска подает мне в суд на 100 тысяч миллиардов с требуем опровергнуть что частная военная компания редут контролируется им и его структурами год он был очень доволен что я об этом рассказывала что у него есть частная военная компания и в том числе здесь вот на этом канале много говорили об этом и вдруг ему это не понравилось после того как было очень смешно написано в иске что оказывается частные военные компании запрещены в российской федерации надо же сюрприз 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 таких вообще не существует да как путин сказал так вагнер и вы ее же нет вот наверное редута тоже нет просто показалось нам да 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 просто показалось то есть теперь все пошли отказываться кто во что гораст и я думаю что моментально все переменится если пригожин все-таки соберет кулак в беларуси или где-то еще пока похоже что он здесь это собирает свою армию армия у него большая но вот смотрите он повел на москву 8000 говорю что него есть 25 но если поскрести по сусекам и забрать то что у него было на фронте а а это еще несколько тысяч и забрать он говорит что 32 тысячи человек он отпустил после того как они полгода отвоевали это бывшие заключенные которых он распустил по домам с подписанным контрактом и с телефонами специальными приборчиками для односторонней связи то есть их называют по этим телефончиком на войну он говорит что их 32 тысячи нет их 32 тысяч нет но тысяч 20-25 есть ну вот и посчитайте 8000 собой плюс ну наверное две осталось на фронте и плюс еще на 25 то есть тысяч 30-35 у него есть это в общем довольно серьезно это довольно серьезно и с 30 тысячами с 35 тысячной армии в общем можно планировать разнообразные действия вряд ли ему удастся повторный марш на москву другой страна почему нет а почему нет если что меня конечно тревожит хотя что мне нужно тревожить почему мне нужно тревожить это пусть тревожит и лукашенко что может например сначала взять минск но это вот пусть лукашенко разбирается все таки я придерживаюсь такой вот здесь точки зрения несовпадающей что называется нашими западными партнерами потому что когда пригожин ушел на москву как то все перепугались и говорил что путин меньшее зло и пусть будет будет с путин путин нам известное зло а тут вообще непредсказуемо да что вы говорите вы хотите сказать что знаете когда путин ударит ядерным оружием и это вас успокаивает меня нет мне кажется что пригожин если условный пригожин любой пригожин можем говорить о пригожине а генерале попове о ком угодно если кто-нибудь из них придет в власти да они крокодилы они военные преступники не будем об этом забывать то что они хотят свернуть шагу герасимов не означает что они лучше их они просто другой группировки но то что если вдруг они ворвутся во власть и будут пытаться ее удержать и в этот момент точно будет не до украины а мы все-таки с вами прежде всего заинтересованы именно в этом и пусть они там передерутся как хотят эти пауки однозначно мы всегда болеем за все стороны в таких случаях у меня сразу очень много уточнений то есть принципе наши эксперты и российские оппозиционные политики некоторые рассматривают разные варианты но о том что пригожина уже где-то убили я не буду спрашивать мне кажется что это вряд ли но тем не менее наше главное управление разведки андрей юсов говорит что есть несколько целей почему вагнеровцы в беларуси это для того чтобы вот держать в постоянном такой опасности напряжении страны нато соседствующие с беларусью или чтобы действительно тренировать белорусскую армию там лукашенко же говорил что этот опыт пригодится а также есть версия что беларусь это пока такая временная база а потом пригожин всех соберет и в африку поедет где собственно говоря его экономически не только интересы сосредоточены или и его и путина и собственно та версия что он может опять повторить свой марш на москву и не только лишь также бытует если говорить о первых двух какие тут возможны развития событий насколько вероятно что не в африку все переберутся и буду там себе спокойно жить или это маловероятно но вы знаете вот это все сценарий из серии маловероятных потому что представить себе что вагнеровцы тренируют белорусскую армию но это им зачем они уже сняли целый показывают министерство от министерства обороны беларуси их канал военкорский снял сюжет говорит вот такие опытные и тренируют ну нет конечно они будут этого делать они в лучшем случае проведут там пара рукопашных совместных боев для съемки а африка да африка интересно но 35 тысяч в африке это вряд ли это вряд ли тем более что в общем бизнес у пригожида в африке налаженный и он не требует повышенного внимания это не только охрана первых лиц там еще и рудники в том числе и золотые в том числе и с кимберлитовыми трубками они в собственности у чувака вагнер у пригожина у ассоциированных людей и поэтому можно о них не беспокоиться совсем они там себе качают а качают поэтому здесь никакого дополнительное внимание не нужно конечно пригожин сейчас со своим уже политическим капиталом с его мощной поддержкой в армии и с его популярностью в народе никуда не уйдет никуда не уйдет а вот что он будет делать это сюрприз да это для нас сюрприз и есть можно ванговать конечно сколько угодно но то что силы собираются собираются в кулак и они еще сыграют свою роль в истории россии это мы с вами уверен в ближайшее время а его так сказать популярность вот это она не просела после не до завершенного бунта но вы знаете после бунта меня поразили совершенно социологические исследования самые разные и зависимые независимые да мы все знаем что сейчас верить социологам нельзя это популярный такой немножко такой зачин популярный тем не менее показывают эти замеры все одно и то же что популярность пригожина резко упала на 20 процентов и теперь пригожина одобряет только треть опрошенных простите это после того как она резко упала треть поддерживает но мне кажется что не у каждого президента есть такой уровень поддержки как у пригожина и с этим уровнем поддержки можно делать все что угодно в том числе и нарастить его до любых совершенно значений говорят в госдуме российской федерации что катастрофически сократилось число заключенных а куда они делись вот всех пригодных случилось наш любимый вопрос да причем это это историческое исторический минимум уже меньше 400 тысяч человек и в принципе это подано как великая гуманитарная миссия россии у которых настолько изменились законы что теперь никого не сажают а просто в попу целуются и справляются конечно конечно это все вербовки и на сказать что еще при всем при том что могло бы еще сильнее сократиться число заключенных если бы российские оккупанты не забрали зачем-то при деоккупации херсона две с половиной тысяч херсонских заключенных и они до сих пор в россии то есть они могли бы еще больше снизить если бы они зачем-то не взяли бы еще этого енота теперь я не знаю что с ними делать многие без паспортов как это принято у заключенных многие вообще без уголовных дел они из сизо их забирали поэтому ну и вот они с ноября в россии и только портят всем статистику и удовольствие от войны тоже зачем они были нужны где логика мы думали вообще боялись что будет насильно принимать российское гражданство и чтобы вербать чего к вагнер но чего к вагнер не обязательности гражданство мы совершенно пофигу еще гражданского линии гражданства он выбрал всех что будут пересматривать дела вроде бы сейчас начали пересматривать дела но в сторону снижения сроков чтобы скорее их отпустить куда-нибудь вопрос куда да да это но это вопросы на которых мы люди разумные найти ответ не можем ольга еще одна тема на окончании нашего разговора беспокоит нас ассоциатив пресс сообщила о том что все тюрем для украинцев сосредоточена по всей россии сообщают что тыс тысячи украинцев возможно эти содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей россии на оккупированных территориях там их подвергают пыткам психологическому насилию и рабскому рабскому труду где может где могут располагаться эти тюрьмы действительно ли они существуют и как как вообще отследить это по данным гулага нет минимум 8000 гражданских лиц там удерживается просто гражданских гражданских гораздо больше по данным харьковской прозащиты группы мемориала и гораздо больше это у них есть список из 6000 гражданских чьи имена известны очень имена доподлинно а собственно их на самом деле гораздо больше гражданских и мы часто не знаем где они они могут быть ну вы знаете у меня вот самый яркий пример журналист украинский дмитро хлавнюк мы не можем его найти но тут уже год мы не можем его найти то есть мы оследили что он был в сезонного зыбкове потому если до теряются и мы ищем его по всем тюрьмам и колониям россии его нет конечно мы ищем и официальными путями не официальными путями как растворился отца его слава богу отпустили но вот он сам пропал нам очень многих кого много кого ищем с марта прошлого года с марта 22 года где-то в россии сидит например обычный житель обычный гастомеля романовый ко 56 лет инвалид и зачем они удерживают предвели бы обвинение то есть он представлен перед судом и стало бы очевидно ясно что человек не мог быть не террористом не с ни с кем сотрудничать но просто по физическому состоянию его просто держат и не признают его существование в россии хотя он там и передавал письмо и зачем это сделано когда мне все время говорю родственников что когда начинает предъявлять обвинения в том числе гражданским но и военным тоже чаще всего терроризм в лучшем случае экстремизм и гласа была что не признали их наличие на территории россии и вот признали и вот теперь уже можно начинать помогать да до этого нельзя их там нет и все и все до пытки которые мы не можем зафиксировать никто не может зафиксировать и мы сфиксируем только тогда когда люди возвращаются благодаря огромным усилиям координационной группы по обмену военно-пленными гражданскими при генштабе зссу благодаря этой группе происходят обмены и люди уже дают показания очень подробные адвокатские показания про пытки и про все но вот есть проект я очень о нем горю и вот он стопроцентно не выполняется вообще никак поэтому вдруг у кого кому-то придет в голову как как его как как нам его выполнить ведь в оккупированных территориях пытают людей сотрудники российского фсин они форме российского фсин они мы знаем что то российский фсин они делают это под руководством фсб но пытают они они сами пытают и они в масках они в масках поэтому если например гражданский возвращается из российских тюрем они описывают своих мучителей и мы можем так или иначе установить кто это а вот на оккупированных территориях нет мы не можем ничего понять мы не можем опознать палачей поэтому если бы если бы кто-то писал бы нам вам с хэштегом опознай палача возможно этот проект бы взглянулся с мертвой точки возможно кто-то когда-то видел лицо или услышал какую-то фамилию или номер телефона или хоть что-нибудь название города или татуировку запоминающийся пожалуйста используйте хэштег опознай палача спасибо ольга что сказали да действительно это немаловажно наказать этих всех военных преступников 21 веке совершающих такие акты террора и геноцида против ничем неповинных людей ну вот мы еще начинали будем надеяться они и сами друг друга сожрут а мы а поможем с нашей территории их выгнать и конечно же сделаем все возможное дабы они ответили в местах подобных гаги и даже хуже для них надеюсь а